У народов, которые проживают на территории Чувашии, появился свой дом дружбы. На его открытии побывала и наша съемочная группа. Русские, марийцы, татары, армяне, азербайджанцы. Чуваша уже давно стала для них вторым домом. В республике в мире и согласии живут представители 128 национальностей. И, наконец, у них появилось место, куда можно заглянуть на огонек. Под одной крышей будут приходить все народы, народности, которые будут показывать свою культуру, будут изучать свой язык, уважая культуру, традиции любого другого народа. Это очень важно. И наша задача, задача органов власти заключается в том, чтобы мы создавали благоприятную среду для развития духовно-нравственной культуры, духовно-нравственных ценностей. Идея создать такую площадку витала в воздухе давно. И в конце прошлого года из бюджета республики выделили 10 миллионов рублей. Результат впечатляет. Все многообразие культур, традиций и обычаев можно увидеть в одном месте. Куда позовешь друзей? В свой дом. Куда позовешь родных? В свой дом. Поэтому нам нужен был свой родной дом, где мы могли пригласить друзей, родных, близких. А кто у нас близкие друзья? Вот весь народ. Это точка, где мы можем общаться. И, конечно же, строить планы на будущее. Представители национальных общин уже полны идей. Вот именно для городских татар, города Чебоксаров, Новочебоксаров, дом Дружбонародов, именно является таким комфортным участком, где они получат того, что не смогли получать до этого. Во-первых, здесь можно открыть восьминскую школу для татарки города, для татарских детей. Также можно здесь проводить научно-практические конференции. За круглым столом участники обсудили перспективы реализации государственной национальной политики в Чувашии. Лидеры культурных объединений поделились своими мнениями и обменялись пожеланиями. Ассамблея народов Чувашии работает в республике уже год. Работа проделана большая, отметила руководитель российской ассамблеи Светлана Смирнова. Весомый личный вклад внес глава республики. Михаила Игнатьева наградили золотой медалью организации за вклад в укрепление единства народов России. Дом дружбы поможет сохранить и передать потомкам культурное наследие народов Чувашии, а также укрепить уже существующие межнациональные связи и создать новые. Татьяна Леонтьев, Малевина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова